Всем привет друзья! В наше время тягач автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах Российской Федерации получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть автовоз с машинами на дороге можно было гораздо реже, хотя в большой стране наряду с другими видами перевозок новые легковые автомобили транспортировали в том числе и с помощью специальной техники автовозов, которые всегда вызывали оживление как у обычных прохожих, так и у автомобилистов. Но мало кто знает, что в СССР кроме серийной продукции существовало несколько весьма нетривиальных разработок полуприцепов автовозов. Но прежде чем я расскажу о них, подпишитесь на канал те кто еще не подписан и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Также переходите в наш магазин одежды и выбирайте себе кофту или футболку с интересным принтом. Ссылка в описании. В 30-е годы доставку автомобиля в СССР осуществляла транспортная экспедиционная контора TechAuto, причем более 90% новых машин по стране перевозили по железной дороге. В 1935 году самоходом транспортировали всего около 10 тысяч машин, половину из которых составляли легковушки ГАЗ-А, а остальную часть грузовики ЗИС, ГАЗ-АА и ЯАЗ. Еще в начале 40-х годов в Горьком по инициативе изобретателя Баширова был изготовлен экспериментальный автопоезд, который состоял из тягача, одноосного полуприцепа и двухосного прицепа. Трехзвеньевый автопоезд был предназначен для перевозки шести автомобилей ГАЗ-ММ, которые размещались на полуприцепе и прицепе по три в один ярус. Увы, дальнейшим работам по необычному транспорту помешала Великая Отечественная война. В частные руки в Советском Союзе автомобили начали продавать в 1948 году, именно в это время в Москве открылся первый специализированный магазин автомобилей. Если в 1948 советская автомобильная промышленность выпустила всего около 20 тысяч легковых машин, то два года спустя уже почти 65 тысяч, а к концу 50-х годов автозаводы ежегодно производили 110-120 тысяч легковушек. Поэтому довольно острый встал вопрос быстрой, а также надежной транспортировки автомобилей внутри страны. Ведь поначалу советским гражданам нередко приходилось самостоятельно преодолевать несколько тысяч километров, чтобы пригнать новую машину к себе домой, что называется ходом. Такой вид доставки был обычным явлением, особенно если речь шла не о личном, а о государственном транспорте, который поступал на автобазы и предприятия. В большинстве случаев путь от заводского конвера в автомагазин новенькие легковушки проделывали с помощью железнодорожного транспорта на специально оборудованных платформах. Однако далеко не везде железнодорожная инфраструктура подходила достаточно близко к населенным пунктам, точнее к автомагазинам, что вынуждало предприятие перегонять автомобили своим ходом. Несмотря на малую интенсивность движения, это было довольно рискованным мероприятием, ведь иногда водители-перегонщики за рулем новых машин попадали в аварийные ситуации и даже ДТП. Поэтому в 50-е годы в Советском Союзе занялись решением этого вопроса. Осенью 1959 года из ворот экспериментального цеха Павловского автобусного завода на заводские испытания отправился ПАЗ-740, автопоезд с прицепом, созданный по заданию Минавтопрома. Конструкция прицепа была довольно простой. Он состоял из профилей стандартного сечения, скомбинированных в продольные и поперечные пространственные фермы. Погрузка автомобиля производилась с помощью съемных балок-трапов швеллерного профиля, на которых были предусмотрены вертикальные опоры для заезда автомобилей на верхний или нижний ярус, где машины фиксировались с помощью цепи. Вместе с тягачом Зил ММЗ-164Н прицеп образовывал автопоезд длиной 18 и высотой 4 метра, а при максимальной загрузке в 5 автомобилей типа «Волга» он мог развивать до 55 км в час. Однако ПАЗ-740 так и не был запущен в сериум, а опытный образец остался в единственном экземпляре, но годом ранее в 1958 в Советском Союзе начались испытания гораздо более необычного автопоезда, разработанного на МИ в сотрудничестве с Митинским и Павловским заводами. Автопоезд обозначался как А-810 и ведущим автором его конструкции являлся все тот же Баширов, который еще в 1940 году экспериментировал с автовозами в Горьком, человек по сути ставший крестным отцом советского автовоза, пусть и не серийного изготовления. В отличие от первой разработки новый автовоз в качестве тягача использовал сидельный МАЗ-200В, а его изюминкой был полуприцеп специальной конструкции, он мог перевести за раз 9 москвичей или 6 побед или волк, причем автомобили располагались на полуприцепе не только снаружи, но и внутри. По замыслу разработчиков одна легковушка располагалась на раме над кабиной тягача, для чего на лонжеронах рамы в передней части была предусмотрена специальная ферма. Два автомобиля размещались на первом ярусе, внутри закрытого пространства разделенного на несколько секций. По сути это была несущая цельнометаллическая конструкция, состоявшая из вертикальных и горизонтальных панелей, приклепанных к пространственным фермам. Наличие закрытого яруса позволяло убить сразу несколько зайцев. Во-первых, предотвратить повреждения лакокрасочного покрытия, расположенных снизу автомобиля камешками, ветками и дорожной грязью. Во-вторых, для повышения рентабельности автопоезда его можно было использовать и для перевозки относительно небольших грузов, упакованных в собственную тару. Это бы позволило избежать поездок в холостую порожняком. На верхний этаж машины загружались и разгружались с помощью кранов, а внутрь фургона заезжали своим ходом по трапам. Во время испытаний была отмечена довольно большая трудоемкость крепления автомобилей, на что даже при наличии опыта у грузчиков уходило не менее двух человек и часов на одну машину. А для разгрузки и погрузки автомобилей на верхний ярус требовались краны со специальными стропами. Вдобавок достаточно широкий полуприцеп был по сути негабаритным, а еще водитель при установленных в вертикальных стойках передней фермы испытывал трудности с обзорностью. Несмотря на всю необычность конструкции автопоезда А810, она нашла применение, но не в СССР в середине прошлого века, а уже в наше время в Китае, где встречаются полуприцепы с аналогичным решением, расширенным открытым ярусом сверху для перевозки автомобилей в два ряда. Правда нижний ярус при этом не закрыт полностью, а лишь защищен боковыми щитами. Такая конструкция позволяет китайским перевозчикам брать на борт за один раз рекордные 15-20 легковушек. В 1970 году в СССР произошло поистине эпохальное событие. В Тольятти началось серийное производство ВАЗ-2101, новой советской малолитражки, являющейся русифицированной версией итальянского автомобиля ФИАТ-124. И в том же году на Мамонтовском опытно-экспериментальном заводе началось производство полуприцепа-автовоза ЦП КТБ А-409, который впоследствии выпускался Бесланским заводом объединения Росавтоспецоборудования. Двухъярусный прицеп предназначался для перевозки пяти волк или шести-семи москвичей и жигулей, причем для загрузки машин на верхний ярус задняя часть верхней платформы наклонялась с помощью гидроподъемников. Именно этот полуприцеп и стал основной развозной лошадкой в Советском Союзе, причем в качестве сидельных тягачей обычно использовались автомобили МАЗ семейства 500, но иногда и менее мощных ЗИЛ-130В1. Эти же сидельные тягачи в 70-е годы работали в сцепке с полуприцепом ГК КБМ-9950, который одновременно мог перевозить семь автомобилей ВАЗ или АЗЛК. Выпускались в Советском Союзе и более вместительные полуприцепы-автовозы. Например, модель под индексом А491 за один раз позволяла перевести до семи волк ГАЗ-24. При этом недостаток полуприцепов-автовозов в стране иногда восполняли импортной продукцией. Еще в конце 60-х годов СССР приобрел партию автовозов производства итальянской фирмы Роллфом, которые в зависимости от модели перевозили по 6-8 легковых автомобилей особо малого класса. Если легковушки с начала 70-х годов довольно активно путешествовали по стране с помощью полуприцепов-автовозов традиционной конструкции, то грузовики в СССР перевозили более необычным способом. На специальных платформах наполовину погрузив переднюю часть одного автомобиля на раму расположены впереди машины. Впрочем, в 80-е годы прошлого века для перевозки легковых автомобилей на большие расстояния внутри огромной страны и на экспорт активно использовались и железнодорожные платформы специальной конструкции, вмещавшие на двух открытых ярусах от 10 до 16 машин. Нельзя не вспомнить про легендарные вагоны-сетки. В 1982 году финская фирма Раута Руки подписала контракт на поставку в СССР своей продукции, крытых вагонов-автовозов 11835, в которых новенькие Жигули и москвичи перемещались на тысячи километров, будучи надежно защищенными от атмосферных осадков и внешних посягательств. А на этом всем, спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно комментируйте и вступайте в группу ВКонтакте, ссылка в описании. Всем пока!